А теперь я хочу, чтобы вы запомнили на всю свою жизнь. Сексуальная энергия — это самая сильная в нашем мире энергия, данная человеку для обуздания. Всё, что в этом мире создано прекрасного, создано с помощью сексуальной энергии. Всё, что в этом мире создано безобразного, создано точно так же с помощью сексуальной энергии. Сексуальная энергия в данном случае является всего лишь инструментом. Чтобы вам было более понятно, приведу вам сравнение. Атомная энергия — это тоже достаточно сильная энергия. Атомную энергию можно зарядить в атомные электростанции, людям будет светло, тепло, для людей это хорошо. Но атомную энергию можно зарядить в атомные бомбы, бросать людям на голову. Для людей это очень плохо. Всё зависит от того, кто и с какой целью использует эту атомную энергию. Точно так же и сексуальная энергия. Всё зависит от того, кто и с какой целью её в себе возбуждает. Если люди возбуждают в себе сексуальную энергию в состоянии высокой, настоящей любви, тогда любовью, а любовь это божественная составляющая, сексуальная энергия возносится в высшие божественные сферы. Там она напитывается высокими энергиями и опускается к своим породителям, многократно улучшая их. Люди, которые по-настоящему любят друг друга, даже внешне становятся намного красивее, чем до встречи друг с другом. Это приятная, красивая, гармоничная пара. В такой семье рождаются красивые и здоровые дети. В эту семью всегда приятно приходить, у них тепло, уютно и спокойно. Но совсем другое происходит, когда люди вступают в половой контакт по любому другому поводу. То ли девочка нечаянно соблазнила мальчика, они были одни в квартире, то ли насмотрелись современные эротики и порнухи и вступили в половой контакт, который крутят видеоклипы. В таком случае сексуальная энергия, возбуждённая мужчиной и женщиной, возбуждена без любви. Любви нет, она никуда не возносится, а остаётся со своими породителями и многократно усиливает все эти чувства и эмоции, которые у человека есть в данный момент. А в данный момент, как правило, присутствуют похоть, блуд, страсти, ревности, зависти, обиды всевозможные, усиленные сексуальной энергии, комплекс негативных чувств человека начинают разрушать. Секс без любви разрушает человека. Это вы можете тоже явно наблюдать в нашей жизни. Продолжение следует...